А перед началом данного ролика рекомендую посетить магазин игр Extracase.ru На нём вы сможете купить CSGO, GTA 5 и другие игры по низким ценам. Также вы можете испытать удачу, открыв набор с рандомными играми. Онлайн-поддержка поможет решить вам любой вопрос. Extracase, заходи и покупай, ссылка в описании. Всем здарова, дорогие друзья, с вами по-прежнему Овер, мы продолжаем играть вместе с вами в офигенную игрушку под названием Scrapyhonic. Ребятки, сегодня у нас будет обзор построек и поверьте мне, я приготовил для вас просто офигительные постройки за последнее время, которые я только смог найти в мастерской Steam. В общем, друзья, смело ставьте большие пальчики вверх и давайте начинать. Ну а начинаем мы сегодняшнюю серию с вот такой вот замечательной машинки. Это, друзья, не просто машина, как мне кажется, это гоночная, спортивная такая тачка. Посмотрите, сзади у неё этот двигатель, что ли, находится очень как-то похоже на вот это всё такое. Здесь что-то даже крутится, ребята, я даже ещё не поехала, уже эта машинка гудит, уже эта машинка работает и она просто рвётся в бой. Но давайте оббежим и посмотрим на неё со стороны. И знаете что? Действительно выглядит как спортивная офигенная тачка. Но, ребята, на самом деле внешний вид это важно, да. Но самое главное, мне кажется, друзья, как эта машинка будет гонять. Смотрите, вот такие вот тут есть два местечка. Ну-ка, давайте посмотрим, что вот здесь. Ну, как я понял, вот это пассажирская. Да, здесь ничего такого нет. Закрываем дверь. Я думаю, мы можем закрыть вот так вот. Ну-ка, садимся. Смотрите, раз, два, всё, закрыли. Третья кнопочка включает фары, четвёртая. Ого, она... Ну-ка, она что-то подымает, ребят. Четвёртая кнопка что-то подымает. Оп, опускается. И подымается. Но, ребят, непонятно что. Опа, на пятёрку открывается у нас капот. А на шестёрку... А, на шестёрку включается какое-то радио. Ну и, в принципе, всё, ребят. Больше никаких кнопочек нет. И больше, в принципе-то, ничего и не нужно. Смотрите, как уверенно едет эта машина. Она очень хорошо, ребят, управляется. Смотрите, оп, и в поворотик мы с вами вошли. Ну-ка, давайте попробуем разогнаться на этой тачке. Вау, нет! Кстати, нормально упали. Ребят, кстати, нормально приземлились. Я думал, будет гораздо хуже. Но нет, мы приземлились. Очень круто. Вау! Вот эта машина, ребят. Вы видите, как она вообще очень круто едет? Она реально уверенно стоит на колёсах. И ей вообще пофигу. Она нигде не застревает. И всё нормально. Ну, конечно, всякие камни на ней, я думаю, мы не сможем проехать. Но вот по таким более-менее ровным дорожкам она пролетает вообще спокойно. Ну-ка, давайте попробуем заехать в какие-нибудь вот такие вот штуки. Ну-ка, и спокойно выехали, ребят. Очень крутая тачка. Она ещё так подскакивает. Классно, ребят. Мне безумно нравится. Смотрите, мы когда едем, опа, и подлетаем. И как будто ещё немножечко пролетаем. Это очень прикольно. Оп, пролетели. Вау! Вот на такой тачке можно реально в гонках участвовать. Офигеть, ребят. Вот эта машинка так машинка. Так, стоп, куда мы едем? Ну-ка, давайте попробуем по прямой разогнаться. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну, едет нормально, ребят. Едет действительно нормально. Подлетаем. Вау! Чисто можно даже трюки на ней делать. Ребят, ну вы понимаете, насколько эта тачка офигенная. Боже мой, мне она безумно нравится. Смотрите, даже задом едет она хорошо. То есть нигде ничего, никаких прям этих штучек нет. Ничего не застревает. Всё едет нормально. Всё едет офигенно. И вот это действительно клёво. Ну-ка, давайте. Оп, залетаем. И ву-ху! Блин, эта тачка реально сбалансирована. Она офигенно сделана. В общем, друзья, вот такая вот у нас офигенная первая постройка. Я думаю, что эта тачка должна многим понравиться. Обязательно оставляйте комментарии, нравится вам эта тачка или нет. Ну и погнали посмотрим на следующие постройки. Друзья, следующая постройка у нас вот такой вот мотоцикл. По-моему, из фильма Трон, да? Или как-то так именно назывался этот фильм, друзья. Можете написать полное название в комментариях. Я точно не знаю, потому что фильм этот не смотрел. Но мотоцикл выглядит прикольно. Вот такие вот офигенные у него колёса. И смотрите, как он красиво выглядит. Розовенький такой цвет, но ничего страшного. В принципе, всё прикольно. Большое колесо вот такое спереди широкое. Или это зад? Не знаю, ребят, перед, да, наверное, это перед. А сзади вот такое вот поменьше, маленькое, узенькое. Но, друзья, как залезть вообще внутрь? Подождите. Как нам сесть? Ага, смотрите, нажимаем вот так кнопку. И что происходит? А что произошло, друзья? Что сейчас произошло? Что я нажал? Что я вообще сделал? Как нам залезть внутрь? Ребята, как нам попасть в кресло управления? Так, подождите, что-то я там, надеюсь, ничего не сломал. Оп. Непонятно, ребят, зачем нужна эта кнопка. Ну-ка, подождите. Я просто что-то понять не могу, друзья. Ну нафига она нужна? Как нам залезть? Вот это да, друзья. Раскачал я байк. Там сенсоры сходят просто с ума. Ну-ка, давайте попробуем тогда, ребята, вот так сломать. Так, я сломал. И-и-и. Так, и что? А как сесть, ребята? А он что, не управляется никак? А, вот так. Ладно, давайте поставим новенький. Ё-моё. Вот это да, очень сложно, ребят, на самом деле попасть внутрь. Ну-ка, давайте ещё разочек попробуем. Так, поставил я. Ну-ка, вот здесь, да, где-то мы садимся. Если я нажму кнопку, что-нибудь здесь произойдёт вообще? Ну ничего не происходит, ребят. Ничего не происходит. А как мне сесть внутрь? Я не могу понять. Ну давайте вот так. Ладно, окей, я сел. Ага, то есть где-то должна быть кнопка, ребятки. Так, я... А-а-а-а! Ха-ха-ха! Вот! Вот она кнопка, ребят. Опять удаляем. Короче, я затупил очень жёстко. Всё, ставим. Всё, ребята, я поставил очень жёстко. Затупил. Вот где кнопка. Вот она нажимается. И вот здесь мы вот тут вот садимся, смотрите, закрываем, мы, кстати, с вами пропали, всего лишь одна кнопка у этого мотоцикла, ну и давайте попробуем покататься, ребята, ну-ка, оп, нифига как его шатает вообще в разные стороны, но вроде как более-менее едет нормально, ну-ка, уоу, у него просто сенсоры, ребят, мы на нём не сможем перевернуться, потому что сенсоры работают хорошо, ну, слушайте, вот такой вот замечательный байк, давайте попробуем попрыгать на нём, вот горочку вижу впереди неплохую. Разгоняемся и, уоу, неплохо, ребятки, действительно всё это выглядит неплохо, вот такой вот жёсткий байк, ну-ка, так, вот там вижу ещё трамплинчик, немножко шатает его, ребят, но я думаю, что это нормально, запрыгиваем, оп, нифига себе, как мы выровнялись, ребят, ну-ка, давайте попробуем здесь прокатиться, оу, 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 немножко взлетать уже, ребят, начали, но вроде как приземлились в итоге, и это здорово. Так, я развернулся, как-то непонятно, ну-ка, давайте попробуем назад поехать. О, слушайте, и назад нормально едет, ребятки, и вообще неплохой аппарат, действительно неплохой аппаратик, на котором можно покататься, погонять, и эта постройка действительно прикольная. Ну-ка, заезжаем наверх, получится у нас, ребят, это сделать или нет? Ну-ка. Да, смотрите, вообще спокойно забрались, без всяких проблем, и это очень похвально, автор очень сильно постарался, сделал действительно красивый байк, в такой в стиле Трона, или как там Трора, не помню, как фильм называется, ребят, напишите в комментариях. А может быть, даже как-то этот байк сам называется, может, у него есть какое-то название, в общем, друзья, может, это какой-то неоновый байк, или что-то такое, но, в общем, напишите в комментариях всё, что вы знаете, ну, вот об этом мотоцикле. А, в принципе, друзья, мне кажется, мы на него уже, ну, достаточно посмотрели, вот неплохая постройка, пишите в комментариях, нравится она вам или нет, ну и погнали посмотрим на следующей постройке. Друзья, следующая постройка у нас вот такой вот космический летающий аппарат, это что-то, мне кажется, военное такое, но из далёкого-далёкого будущего, просто такая боевая летающая машина, вы посмотрите, как выглядит это, просто такая, я не знаю, не летучая мышь, но что-то очень злобное и что-то очень такое страшное. Я думаю, что эта штука должна реально очень здорово летать и делать и уметь всякие различные прикольные штучки, но внешний вид и дизайн у этой постройки просто восхитительный, просто потрясающий, это просто жесть, друзья, но вы сами посмотрите, всё у неё настолько офигенно сделано и продумано, что просто вот глаз не оторвать, честное слово. Ну, ребятки, это всё, конечно, круто, внешний вид, это, конечно же, очень важно, но самое главное, чтобы постройка работала как надо, чтобы у неё всё нормально работало, чтобы все механизмы были соединены и чтобы всё-всё-всё было, главное, сбалансировано. Я вижу здесь, ребят, одну кнопочку и вроде как больше нет, ну, значит, нам её и нужно с вами нажимать. Так, давайте нажмём, открывается у нас вот так вот, откидывается люк и, смотрите, мы вот так садимся, я вижу здесь очень много кнопок, единичка у нас, ребят. Ага, по идее она закрывает, да, хорошо, двоечка, мы поднимаемся вверх, так, окей, тройка, поворот, получается, наклон влево, четвёрка, наклон вправо, так, стоп, пятёрка. О, стоп, шестёрка в другую сторону и семёрка, мы стреляли, офигеть, ребята, стой, нет, стой, 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 офигеть, вы видели, ребятки, что я вообще сейчас сделал, просто стреляю, вы понимаете, постройка стреляет. Так, давайте её с собой заберём, мы застряли, сложно немножко управляется, но непривычно, ребят, мне ещё управлять этой постройкой, но вы видели, она стреляет, ё-моё, офигеть, прям, аааа, жёстко, ребята, это реально круто, так, давайте закрываем, смотрите, бам-бам-бам-бам-бам, стреляющая просто, офигеть, ребята, просто жесть, она стреляет, вы можете понять, жесткачь, друзья, вот это просто жесть. Я офигел, когда увидел, ребята, это капец, ну-ка, давайте постреляем, в общем, управляется постройка на самом деле хорошо, просто нужно немножко подучиться ей управлять, а так, в принципе, всё нормально у этой постройки, оу-оу, стой, стой, нет-нет-нет, я просто немножко начинаю там, ребят, лишние кнопки нажимать, смотрите, как она офигенно выглядит, она ещё и стреляет, ребята, жесть, вот это да, вот это офигеть, Я давно таких офигенных построек не встречал, друзья, вау, просто мы кого-нибудь видим и начинаем по ним стрелять, ребят, так, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Ой-ой-ой-ой-ой-ой, нет, стой! Ну, если, друзья, подучиться, то, в принципе, можно летать на нём нормально. На самом деле, похоже на самолёт Бэтмена чем-то, я не знаю чем, но похоже. Так, оп. Вообще, у Бэтмена, ребят, был самолёт, но чё-то похоже реально как-то на Бэтмена. Вот это всё в стиле выглядит. Но вы посмотрите, оно реально летает. Кстати, я сделал в воздухе пару раз сальто. Вот эту мёртвую петлю ещё приземлился, кстати, нормально. Вот такая вот, ребят, у нас офигенная постройка стреляющая. Я думаю, что она должна понравиться реально многим, потому что, ну вы посмотрите, посмотрите, посмотрите. Просто вот сюда. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Просто так. Ой, очень классная постройка, ребят. Я думаю, что многим понравилось. Всё. На неё мы посмотрели. Ставьте смело за такую постройку лайк. Если автор данной постройки увидит этот ролик, увидит огромное количество лайков, я думаю, что ему будет очень сильно приятно. Ну и напишите своё мнение об этой постройке, как она вам понравилась или нет. Ну и погнали дальше. Ну, а последняя постройка у нас это ножичек Kerambit из CSGO. Ребят, у нас как-то был уже такой же ножик, только в другой раскраске. Предыдущий ножик делал нам Андрей, наш подписчик, наш строитель, который делает офигительные постройки. Ну а этот ножичек, видно, просто кто-то взял и разукрасил под свой вкус. На самом деле этот нож тоже красиво выглядит. По-моему, это волны раскраска называется. Я точно, ребят, не помню уже, как именно называются различные цвета ножей. Но, по-моему, ребят, именно волны. Напишите в комментариях, правильно ли я угадал раскрасочку. Но, по-моему, оно так и есть. В общем, вот такой вот офигительный ножик. Мне безумно нравится. Правда, какие-то вот деревянные штучки, они, ребят, не очень. Ну-ка, давайте их уберём. Я надеюсь, не упадёт из-за этого постройка. Ну-ка. Остались какие-то вот, видимо, недоработочки. Но всё равно, друзья, выглядит эта постройка потрясающе. Офигенный вот такой вот скин из CSGO. Просто жесть, ребят. Я просто поражаюсь. Скрэп-механики чего только не понаделают. Вот такие вот жёсткие керамбиты из CSGO скинчики. Это действительно прикольно выглядит. Но на такую постройку можно только посмотреть, ребят. В принципе, с ней больше ничего нельзя сделать. Но я думаю, что многим она должна понравиться. Ну, а на этом у меня, ребят, в принципе, всё. Ролик подходит к концу. Я надеюсь, что все постройки вам сегодня понравились. Но какая-то постройка вам должна, друзья, понравиться больше всего. Вот об этом вы и напишите в комментариях. И не забывайте ставить большие пальцы вверх. Также не забывайте, друзья, подписываться на канал и ставить колокольчик. Обязательно вступайте в группу ВКонтакте. И подписывайтесь на мою личную страничку ВКонтакте. А с вами по-прежнему был Овер. Я желаю вам всем всего-всего самого наилучшего. Не болейте, ребятки. Хорошего настроения. И пока-пока.